СМС ценой 700 рублей СМС ценой 700 рублей забывчивых заемщиков Райфазенбанка предупредят за деньги газета коммерсант номер 228 от 11 декабря 2018 года Строение 8 вступивших в силу еще в 2014 году закон о потребительском кредите Казалось бы, сделал невозможным взимание штрафов за просрочку по кредиту Однако это не мешает банкам продолжать их взимать, просто переименовав комиссии В частности, с подобным случаем столкнулись клиенты Райфазенбанка, в кредитных договорах которых описана комиссия за мониторинг просроченной задолженности Сложившаяся судебная практика по законности комиссии банков противоречива, поэтому эксперты ждут четкой позиции регулятора Как стало известно твердый знак, Райфазенбанк разослал клиентам, владельцам кредитных карт предновогодние СМС В которых предлагал войти в Новый год без долгов и комиссии за мониторинг просроченной задолженности Внеся платеж по кредитной карте сегодня Заемщики, не имеющие долгов перед банком, были обескуражены неожиданным предложением Решили, что имеют дело с мошенничеством Однако, как выяснил твердый знак, мошенники здесь ни при чем Согласно тарифному плану банка, комиссия за мониторинг удерживается однократно в первый день просрочки и составляет 700 рублей Изучение судебной практики банка показало, что комиссия существует в банке довольно давно, хотя раньше называлась штрафом В пресс-службе банка пояснили, что штраф за просрочку оплаты минимального платежа был переименован в комиссию за мониторинг просроченной задолженности с 1 июля 2014 года 700 рублей заплатит должник Райфазенбанка при просрочке минимального платежа по кредитным картам Именно с этой даты вступил в силу закон о потребительском кредите Займе, который четко ограничил размер штрафных санкций по кредитам После появления этого закона все банки отменили штрафы Однако отдельные игроки просто переименовали их в различные комиссии Отметился беседник твердый знак в банке ТОП-20 Банки очень изобретательны в придумывании всяких комиссий, дополняющих их заработок наряду с процентами по кредиту Указывает партнер Юбзы Москворечи Дмитрий Шевченко Если одну комиссию суд признает незаконной, можно ввести другую, чтобы не потерять доход Впрочем, смена названия не делает подобные комиссии более законными, уверены эксперты По словам заместителя руководителя практики имущественных и обязательственных отношений Нюсамулек с Галиной Гамбург В законе о потребкредите есть норма, прямо запрещающая взимание вознаграждения за услуги Которые оказываются банками исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для заемщика Она напомнила про обзор судебной практики Верховного суда от 2013 года, где прямо рекомендовано нежестоящим судам признавать несоответствующими законодательству положения кредитных договоров По которым комиссии не являлись платой за отдельную финансовую услугу, а были предусмотрены за стандартные действия, без совершения которых банк не смог бы заключить и исполнить кредитный договор Как считает руководитель коммерческой практики BMS Law Firm Денис Фролов, комиссия является законной, если клиент имеет возможность добровольно согласиться на подключение такой опции Однако, как пояснили твердый знак в Рейфайзенбанке, оформляя кредитную карту, клиент соглашается с общими правилами использования банковских карт, в которых комиссия указана В банке подчеркнули, что при просрочке банк несет издержки по мониторингу состояния кредитной истории заемщика, допустившего просрочку, запрашивая информацию у кредитных бюро по кредитам других банков Эти издержки и заложены в комиссию Правозащитники уверены, что подобный подход недопустим Банк должен корректировать бизнес-модель, а не возлагать незаконные расходы на клиентов, считает руководитель проекта ONV за права заемщиков Виктор Климов Думаем, ЦБ следует внимательно присмотреться к взимающим подобной комиссии игрокам Участники банковского рынка также уверены, что вмешательство регулятора необходимо Глобально решить данную проблему могло бы появление подробных разъяснений от ЦБ, как трактовать закон, имеет ли значение название взимаемой платы с клиента или же подобные платы в принципе незаконны, отметил директор Департамента перекрестных продаж от банка Алексей Шевелев В ЦБ пояснили, что законом установлена обязанность для кредитора бесплатно информировать потребителя о наличии просроченной задолженности Вместе с тем зачастую эту услугу банки предлагают в комплекте с другими дополнительными платными услугами, такими, как обслуживание вне очереди, более удобные каналы получения информации о просрочке, отметили в ЦБ Однако уточнили, что потребитель вправе отказаться от приобретения дополнительных услуг Регулятор предлагает, в случае, если решить вопрос с банком не удается, потребитель может обратиться для урегулирования споров в суд Однако судебная практика по данному вопросу противоречива В 2018 году суды в одних спорах признавали комиссию законной, так как она была предусмотрена договором, а в других – незаконной, ссылаясь на закон о потребкредите И потому говорить об однозначном успехе защиты от комиссии в суде не приходится Вероника Горячева